А можно ли обеспечить донацификацию Украины без донацификации Европы? Создавая там условия, чтобы там учили русский язык. Очень много героических поступков, которые наши военнослужащие совершают в плену. Вот надо воровать больше и больше, надо напивать карманы, надо не отвлекаться, а воровать с утра до вечера. Где у нас на строительстве не подворовывают? Да, наверное, практически, если так разобраться, у нас часто задерживают всяких руководителей департаментов. У нас при Украине такого не было. Сняли кусок, застелили, здесь сняли крышу, ливень. У меня шифонера в воду текла. То, что не загорело, не задымилось. У меня вода текла шифонера. Привіт, друзья! Меня зовут Олена Курбанова, и вы на моем YouTube-канале Курбанова Лайф. А это свежий выпуск російської антипропаганди, их кринжатини, всього того, что в них происходит как в жизни, так и в социальных мережах. Будем порівнювати, как живет російськое телебачение и что насправдя чувствует глубинный россиянин. Вы же на старте не забывайте, для нас украина важливо поширювать всю зібрану информацию. Тоже, от нас хороший контент, от вас лайк. И, конечно, не забывайте подписываться на YouTube-канал Курбанова Лайф. Чим больше нас, тем гучнее лунатимет голос правды. Вот вам и ответ, кстати, почему много украинцев таких, знаете, наглых, некультурных, необразованных. Потому что у них президенты, сами посмотрите, какими они были. И до сих пор, да? Беззаконие, беспредел, там творится непонятно что на этой Украине. Вот и люди такие вырастают, такое поколение сейчас. Куда они поедут, в Евросоюз, да и у нас в Беларуси, в России тоже бывают случаи. Нас поменьше, потому что они знают, мы тут цацкаться, да, с ними не будем. Вот. Много хороших украинцев, адекватных, культурных, я всегда об этом говорю. Но, к сожалению, вот за столько лет выросло много тех, кто не ценит то, что имеют. И они почему-то думают, что они какие-то избранные. Вот все им должны. Нет. Смотрите, ребята, какой флаг. Флаг 15 республик. Смотрите, какая красота. Ребят, разверни, разверни его наоборот. Вот так, да. Вот так. Вот это флаг, ребят. Вот это флаг. Вот этот флаг, всем флагам флаг. Красота. Молодец, парень. Как тебя зовут? Дима. Дима, красавчик. Красавчик, что ты достал этот флаг, честно. Вообще, блин, красота. Грех, что он сейчас не развивается где-то на каком-то... Это вот, как говорится. Мести. А прячем его в карман почему-то. Поверьте мне, друзья, на слово, коли-небудь, російську пропаганду назвуть різновидом психологічних хвороб. Бо здорові люди просто не могли б такого вигадувати, такого писати, такого говорити і таке публікувати. Перекрутити істину, ось, власне, їхній хліб. Ані слова правди, ані слова того, що насправді відбувається як в Україні, так і в самій Російській Федерації. Ми ж дивимось на них винятково із наукової точки зору. Ну, якщо є ті, хто вивчають комах, то чом би не бути, і тим, хто вивчає російську пропаганду. Як і завжди, ми пропонуємо вам зануритись в те, що вони найактивніше обговорюють на своїх пропагандистських ток-шоу. Ми зараз не можемо з вами взяти і сказати, що все зроблено. Нам важливо, щоб до нас приїжджали працювати зі знанням російського язика, вважаю нашу традицію, нашу культуру. А історія, вона у нас общая. Думаю, що ніхто не забув її. Всякому випадку, та, на яку ми опираємося. Але для цього треба працювати, працювати з нашими дружественними країнами, зроблявати там умови, щоб там учили російський язик, там учили, в тому числі, то, що пригодиться їм в житті для реалізації, вже здесь. Нам здесь треба працювати з правительством більш ефективно. Денуціфікація освобождённих територій зробляли на должності, легалізовували. Ну, я вам так скажу, этот процес начался при Хрущеві ещё не как руководителю, а при Хрущеві как руководителю Советской Украини. Почему? Потому что в действительности, если посмотреть на ситуацию 47-49-50-го годів, то уже тогда начали заигрывать с такими бандеровськими кругами. Ну, например, фактически под контролем бандеровського подпуле находилась такая организация, мощная очень на тот момент, особенно мощная на Украине, как кооперативное движение. Там чуть не флаги на ярмарках. Мы все помним, да, кубанские казаки, это же про колхозную ярмарку, да, фильм. Так вот, на таких, очень часто на таких ярмарках на Украине, на Советской, или, как они говорили, о радянской Украине, вывешивали жовто-блакитные флаги, а руководили кооперативным движением. Иногда хорошо замаскировавшиеся, а иногда, в общем, даже и не маскировавшиеся представители бандеровского подпуле. Ну, а то, что началось уже под конец при Хрущеве, это, ну, я вам так скажу, вот эта амнистия безумная, это фактически частичная политическая реабилитация этих людей. Конечно. Откуда брежневские процессы над бандеровцами, откуда эти последние смертные приговоры, да, вынесенные при Леониде Ильиче Брежневе, тоже, кстати, руководителе, который с Украины был, когда судили, причем регулярно судили, вскрытых бандеровцев. Ну, ведь это если почитать, они же, в общем, спокойно жили при Хрущеве, да? И вот это вот легализованное фактически подполье забытое, заброшенное, сделанное вид, что нет этих уголовных дел о геноциде советских граждан на Украине, да? Это же тогда, вот этого допускать ни в коем случае нельзя. Но самое главное, это разрушить ту экономическую среду. И чем это, вот я вам так скажу, у меня все больше вопрос, который такой вот он у меня стоит, его поставил Дмитрий Анатольевич. А можно ли обеспечить деноцификацию Украины без деноцификации Европы? Ну, как можем мы осуществлять безопасное развитие Украины? Там я сейчас даже не обсуждаю политическое будущее того пространства, на котором будет нависеть вывеска под названием Украина. Вот. Как можно социально реабилитировать эту территорию, когда рядом с открытой границей будут как минимум радикально националистические государства типа Польши, а как максимум быстро фашизирующиеся, как показала история, да, государства типа Румыния? Мы организуем, мы ведем работу с нашими ребятами, которые вернулись из плена, которых обменяли. Большинство подавляюще ведет себя достойно в плену. Конечно, тема очень больная. И вот в ходе работы с пленами мы их опрашиваем для того, чтобы узнать, кто еще в плену, чтобы принять меры того, чтобы вернуть на родину. И в ходе вот этих опросов, значит, мы установили, что очень много героических поступков, которые наши военнослужащие совершают в плену, в окружении, в частности, командир танка, после того, как пленили, начали сбивать очень жестко. Несколько дней били в присутствии других пленных. Он стоял на своем, что... Да, здравствует Россия. Его заставляли говорить слова другие. Он за Россию. Говорит, что фашизм мы все равно победим. Ну и солдата, сержанта, к сожалению, забили битами. В присутствии других пленных ребят, которых мы там поменяли. По их показаниям было составлено, выяснено, кто это был. Проверили все документы, проверили определенную работу. Сержант получил звание Героя Российской Федерации. Я обращаюсь сейчас ко всем украинским коррупционерам, вздеймцам. Вы занимаетесь правильным, хорошим делом. Вот надо воровать больше и больше. Надо напивать карманы. Надо не отвлекаться, а воровать с утра до вечера. Во-первых, время у вас ограничено. Во-вторых, вы делаете хорошее дело. Богоугодно. Спасайте человеческие жизни. Нет войне, да здравствует коррупция. Это лозунг, с которым можно прямо идти на Майдан. И когда-нибудь будете гордиться и рассказывать своим детям и внукам. И где-нибудь встречая весну на Колыме. Министерство обороны себя чуть-чуть дискредитировало, назовем так. Но тут вывод один, что по одному человеку судить мы не будем. Ну, задержали Иванова. Понятно, что меняют миллиард. У него было направление непростое. Стратегическое строительство. Ну, давайте скажем так. Где у нас на строительстве не подворовывают? Да, наверное, практически, если так разобраться. Ну, у нас часто задерживают всяких руководителей департаментов в коммерческих организациях, кто связан с бюджетом. И, соответственно, здесь все, что натворил Тимур Иванов, я думаю, это сыграло большую роль непосредственно на отставке Сергея Шевула. Особисто я задоволена, что в Росії фактично ледь не законом, але заборонено використовувати социальні мережі. Росіян набагато менше стало в наших Тік-Токах, Інстаграмах, ну і, звісно, Фейсбуці. Так, вони все ще використовують VPN-и і деколи можна натрапити на їхній відео. Але, насправді, для підготовки наших випусків нам все ж таки доводиться проводити ретельнішу роботу. Одним словом, від чого нас захищає цей бар'єр заборони? Від того, як насправді вони живуть, що вони насправді обговорюють і що в кій становних відбувається. В їхніх глибинках, в їхніх великих містах, в їхніх оселях і, найволовніше, в їхніх головах. Як завжди, найулюбленіше те, що ми відшукали, як ті інспектори. В їхніх соціальних мережах ми покажемо далі. Крішу сняли. У нас при Україні такого не було. Сняли крышу, застелили, сняли крышу, ливень. У мене шифонера в вода текла. То, що не загорело, не задымилося. У мене вода текла шифонера. А во второму під'їзді, коли вони розбивали стены і потолки, целі стены потрескались, трещили насквозь. А тепер вони заморозили і неизвестно, коли буде продовження. Тому що вони роз'їхалися при обстрелі от їхніх ударів, от ударів стены їхнього під'їздів, полопалась у нас. Ти так, голову подіми, поставити на зуэнку. Ти так, що воно, що воно в квартиру, як це восьмій десяток уже. Не знаю, що життя. Ай, бабусі, можна сняти квартиру на її пенсію? Вот она, сняти квартиру, щоб і жити. Тому що її квартира в ремонті. А ця жіння, тож на пенсію. Омешали нам, що вона вже поїхала, на Артема 92. Потом, я не знаю, це перший раз я там попала. Тому що наше письмо від Маргуна направили туди. А це, як її? На Італьянській. Тож сказали, що моя квартира під ключ. Кто, говорю, скажіть, хто, кода. Ми ще не знаємо, як це, ви не знаєте. Але вони щас відділку цієї квартири роблять, так? Так. Ну, ще, вон, видиш, трещина. Ага. Вони не значально були, після бойової дитси? Или пішли вже, коли цей процес шов? Це пили верхній керів. Ось це. Ось це замінено, так? Так, так. Ага. Ось замінено, ось замінено. А це теж? Ось теж ставлено, так? Ось ставлено. Ось замінено, і воно зберігали. Нормально. Взагалі їх восстановлютельних робот пішли трещины по стелі. Вони не сущестіня, а? Вони не сущестіня, а? І воно зберігали маркер, щоб наблюдається, йдуть трещини далі чи не. Ага, пішли. І ось, ні, по маркеру. Маркер целий. Ну, смотрийте, розходиться дом или нет. І ось маркер тринадцятого марта. Сьогодні вже тринадцятого мая. Все, дом заморозили. Що хочеш, то й делай. Що-то вони тут залили, наверно, і остроїли. Нічого? Ні, воно не залийте нічого. А, це просто стоїть опаловка і... Просто залили стол поставити, розшотки на цепі, і вони залили. А, просто стоїть, типо, підготовлення, да? І що вони взагалі взагалі? І що вони взагалі... Роботи просто ставили, нічого не говорили, що... А, ви говорили фінансування? Ні, зарплату не дають. Ага. А, пока за февраль, март, апрель, я в лоді, ніхто приступати в роботи не буде. Нічого вони говорили, що, доконки, залишили проєктивовців, у вас роботи дальніші, і вони не знають. О, так, я там не провалюся, якщо... Не, не, не. Там столу поставлено. Це не стару ковлю оставили? Це стару, бутуну. Ага. Те люди, які уехали з Росії і не поливають грязю Росію, це їх вибор. А те люди, які уехали з Росії і поливають Росію грязю, і... А? А, смотри! Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, смотри, тушили вон пожарные. Смотри, как раскидало. Это как надо было, да, вот так Это же не просто так вот О, ребята, ничего себе Вот это да Смотрите, что происходит тут у нас опять Трэш, трэш Это мощно Обычно, да, это прям Нехороший знак, как говорится В прошлый раз У меня за домом, вот там с той стороны Ручей видны, смыло автомобили Там, 110, наверное И в этот раз просто Лупит опять, смотрите Самое время прогуляться, мне кажется Пойду-ка я пройдусь Погляжем Очень круто Стихия У Че У Порылова, понимаешь Который их обманул Бросает в топку войны Вообще Не садится за стол переговоров Просит все больше и больше оружия Грабит просто Наживается на войне И убивает их детей Тоннами Кладбища растут Они ему хлопают Он молодец А я, которая Говорила им до этого Ребята, остановитесь После этого Говорила, ребята, остановитесь Сейчас говорю Лишите нам вподобайку Только таким образом Мы сможем Розповсюдить Увесь Зібраний Контент Ну и, конечно, Подписывайтесь Обовязково Подписывайтесь На YouTube-канал Курбанова Лайф Кажут, что нашим Подписникам Особливо Счастить Бережите себя Бережите Украину До зустрічі